Псих-больница Расслабься, мы уже не на кладбище Ага, мы в психушке, намного лучше Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место Ты пока не спятила, идём Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор Это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник Да, да Давай, вперёд Нам нужно выяснить номер её палаты А, привет Не подскажете? Я ищу подругу Сейчас неприёмные часы Да, но её... её увезли копы Ну вот к ним и иди тогда Да, я ходила, они сказали, она может себе навредить Не могу помочь Ладно Поговори с ней ещё Попробуем понять, про что она думает И посмотрим, что у неё на столе и на мониторе Так, а мы теперь в психиатрической лечебнице И здесь наверняка своей психи Предположительно, это мужчина крупного телосложения Очевидно привычный к насилию и жестокости Его прошлое наверняка было ужасным И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации Воспоминания медиума Давайте изучайте тут всякие шмотки Выздоравливаю её сыну, наверное Сейчас мы звучим, о чём она думает Как на неё психологически повлиять И посмотрим Ох, сынок Сижу вот и думаю Как ты там без меня Только ты у меня и остался А у неё, может быть, только эта подруга осталась Прости Я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе Как зовут твою подругу? Айрис Айрис Кэмпбелл Да, твоя подруга Айрис у нас С ней всё будет хорошо Спасибо, большое спасибо Подожди немного сейчас Мне только нужно посмотреть на монитор А то в маленьком городке такая огромная психолечебница Что просто она пробивает по компьютеру И не знает всех пациентов своих Такая, да Она у нас, с ней всё будет окей То, что она там уже несколько лет сидит Это никого не волнует Так Посмотрим, что в компе Электрошоковая терапия на вечер Санитар уже оповещены Пронодейдальная Да Шизофрения и бред галлюцинации Это как бы не прикольно, да? А, палат 216 Да, точно Она в палате 216 Джой, нужно скорее её найти Я не обратил, честно говоря, на это внимание Потому что время позднее Так, детка Путь свободен Детка Путь свободен, детка Она уже побежала наверх Здесь тоже можно что-то пособирать Что-то проявить Смирительная рубашка Что же ещё? Камера вон там Камера вон там Камера вон где Ну всё Беги скорее Дом хихи Беги скорее Дальше Дальше А здесь полно Здесь полно людей Помимо камер Камер-то я вырублю А да и что Ой, какая прелесть Вот электрошок Не, ну Током по мозгам Это, конечно Это, конечно, выход Тут нужно принять во внимание Мой великий проект Скоро стартует Я не понимаю Как это может быть связано Любое проявление гнева И особенно со стороны мужчин Для неё является триггерной точкой Триггер-ниггер Психопатки Я даже не знаю Она говорит Психовная чёрта Псих больница Какая она ещё по-твоему должна быть Ванная А ты чё тут стоишь? А ну уходи Голно вопрос Меня уговаривать не нужно Абсолютно Так, ну ладно Пойдёмте по полтергейстим чуть-чуть Беги скорее Так, тут надо в тебя вселяться По-другому не получится Снова твой выход Чтоб тут пройти Я должен в тебя вселиться Неа Как я это ненавижу Ну тогда сама иди В смысле без меня Ладно Не знаю, что это за руки Заблудшие души, наверное То, во что превратились Если тут застряли Или не двигались дальше Как ты Да, уж бесславный конец Корчащие руки из пола Это целая вечность А кто там идёт за ноги Доди дальше Иди в полотва, Эрис Нет, нет Давай, пойдём вместе Жой, выбора нет Я разыщу тебя Как только что-нибудь придумаю Иди Ух ты Она тоже бегает с хвостины Обойти призрачную стену Да, командир? Командир Как скажешь Так Ещё пять рубашек нужно найти Демонов вроде пока нет Это только пока Они наверняка появятся Но рубашка вроде тоже нет Он не умеет прыгать Если там уж Если уж стоит яма демонская То уж точно ничего не выйдет Фу, бля Зацепился Тут нужна кошка А вот она и сидит здесь Здесь ещё одна рубашечка И ещё осталось четыре Кстати, в конце этой серии Я вам ещё На ночь Сказки Пару Историй страшных Включу Я дособрал Пушки И Ещё чё-то я дособрал Ну же Чё за херня Где они? Да почему их так много? Чёрт их дери Так, ещё три осталось Можно я уроню на них светильник На этом всё закончится Они прямо под обдой Я страшно А где здесь, блядь, слезть? Где слезть-то? Ну вот, видимо, здесь Давай вниз Ну прыгай, прыгай Кошак, кошак Не тупи Оп Молодец Так, где вы там есть? У вас много Прям много-много И все смотрят Прямо в одно место Упс Всё, демон Я ушёл Демон Он же меня не засечёт Какого у вас так много? Вы все рядышком Минус один Дальше Отвернулся И последний Последний Оп-оп Всё Можно расслабиться Наконец-то Это напрягает меня здесь Где-то я тут видел ещё один Это что? Это куколка какая-то Не совсем то, что я искал Или совсем не то, что я искал Кошечка Кыс-кыс-кыс Оп Мил Момент Хитц Хитц Не, ну это опять на самый верх А мне вроде пока сюда не надо Я ещё не всё тут выяснил Всё, что хотел Сейчас я думаю, что где-то рубашки заныканы То потом за ним бегать неохота Боже мой, замуровали демоны Укрыться, укрыться Не надо мне укрываться Не так хорошо А здесь наблюдали врачи Собирали целые такие Залы фанатов шоковой терапии Устраивают представления Для всех желающих врачей Якобы наблюдали за реакцией пациента Как его долбят Электродами в мозг Наверное, так увлекательно А вот и наша девчуша Ещё две до полной картины Эй, Ронан Ты про меня забыл, что ли? Да помни, я помню Про тебя забудешь Ты идёшь, нет? Чё сидишь, а ты ждёшь, пока я камеру отключу Я нашёл её Нужно привезти сюда Джой Ух ты Прикольно рисует Мне кажется, что про нас все знают Да все знают, расслабьтесь А здесь уже и выход Опять я просрал где-то рубашки Чё, у тебя паника? Хватит этого Врачей занадут таблеток, ножей Возвращаюсь в свою хижину Прямо сейчас В хижину возвращаешься Удачи тебе, крошка Ну, допустим, я открыл дверь И здесь я открыл дверь И везде надо открыть дверь Забегай скорее Пока путь свободен Ну же, детка Чё ты ждёшь? А, там опять камера что? Понятно Оп Оп Теперь-то она пойдёт Давай скорее О, ещё рубашка Блин, ещё одну рубашечку В одну рубашечку Ну, рубашечку Ну, пожалуйста Проклятье Мы с тобой боялись электрошока Но Похоже, уже поздно Не говори так Ну, ладно Иди попробуй вытащить что-нибудь из этой неменее Ларис Не волнуйся Я хочу помочь Не трогай мою сестру Как? А, я не буду трогать Не подходите Опа Вина себе Она меня видит Круто А, кажется Этот знак я знаю Я, я его уже видела Я, я не помню Может, в мамином досье Я точно такое где-то видела Этот означает защиту Нет Я думала, что это построение Стой Она все помнит Она соображает Извини, малышка Может, и зря я тебя сюда привел Так, ну че Мы сейчас расследуем Че она тут калеки-малеки делает Что за хрень Она меня как-то выкинула Ладно Посмотрим, есть ли объяснение Тому, что стало с этой девочкой Конечно Объяснение простое Это звонарь Тут же крышак поедет У любого Что это? Колокольчики Колокольчики Как нет Колокольчики Повешение Сожжение На костре Звонарь Шляпа Может, и сожжение Что же такое декалитация Я такого слова-то не видел Звонарь Звонарь Так, один рисунок Она лазили Второй Беспокойство Явное беспокойство Беспокойство на лицо Этого умиротворения Братья Две девочки Враги Изоляция Подсолнухи Связь Две девочки Между двумя девочками Связь А не близняшка Что-ли Игривость Погоня Погоня Пытки Это только четыре улики Что еще Кровать перевернута Благодаря нам Вот эта улика Мелки Арт-терапия Здесь психов так лечат Мелки Говорит Рисуй все Что ты думаешь Все Что в твоей Фриковой Башке Происходит Ой Че-то я рано вышел Может пора уже поговорить Это что Арт-терапия А? Нет Голубые Голубые глаза Холодные Как смерть У кого голубые глаза Смерть Что еще за бред Голубые глаза Волчьи глаза Стальной взгляд Ну и все Все улики собраны Сейчас будем собирать Вывод Что происходит Тихо Мне страшно Полез Ядно Нет Нет Беги 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 Давай Не трогай ее Беги 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 Боже мой! Роу спасла Айрис, но заплатила за эту жизнь. Звонарь охотится на девушек. Ну, ну, что? Что ты видел? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Убирайся! Айрис, ты в порядке? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказала, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец! Ладно, возможно, Айрис это ключ ко всему. Помоги ей, она пойдет с нами. Нет! Вы ее не соберете! Так. Хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. У нас новый союзник, что ли? Бешеная огненная Роуз. Что-то все наоткрывали, ребята. Даже не знаю. Я бы еще одну рубашку найти. Давайте, давайте сейчас пару историй на ночь. А потом будем выводить девочек. Но это будет уже завтра. А истории на ночь будут следующие. Могел утопленника. Так. Стойкий призрак. Это то, что было в полицейском участке. Давай, вызов видения. Я помню свой первый день на службе в полиции. В то время департамент полиции Салема располагался в крошечном здании на краю города. Это был старый дом, набитый людьми и совершенно не приспособленный к повседневной работе. Охранять город становилось все сложнее. И, наконец, власти решили превратить старинный арсенал в нашу новую штаб-квартиру. Когда мы переехали, я сильно удивился, каким большим и современным казалось одно из самых древних зданий Салема, которое, однако, весьма неплохо сохранилось. Кроме того, оно подходило нам по духу. Когда-то здесь проходила первая линия обороны города в эпоху фронтира, а сейчас старый арсенал снова взял на себя эту роль. Уже в наше время. Первая неделя после переезда выдалась довольно суматошно. Один полицейский заявил, что кто-то взял пистолет из его шкафчика. Он 20 минут его искал и, в конце концов, нашел у стены в одном из еще не занятых кабинетов. Кроме того, ночной дежурный доложил о странном дефекте телефона. Бывало так, что если кто-то сообщал о стрельбе, автоматическая система прекращала записывать разговор и тут же начинала воспроизводить слова напуганного абонента снова и снова, до тех пор, пока телефон не отключали. Вскоре стало ясно, что дело не в чьих-то ошибках или неисправной телефонной линии. Однажды вечером по коридору пробежала плачущая врач-патологоанатома. Дело в том, что у нее пропали скальпели и другие инструменты. Она пошла к шкафчику за запасными, однако остановилась в ужасе, увидев отражение в зеркале. У одного из трупов стоял призрак, солдат в форме эпохи гражданской войны. Когда она обернулась, он уже исчез. Она бросилась прочь, но заметила, что в помещении вдруг стало холодно, как в сырой могиле. Конечно, парни в участке ей не поверили, черт убери, да и я тоже, пока не увидел все своими глазами. Как-то раз я заработался допоздна и пошел налить себе кофе. Повернув за угол, я увидел отражение призрака в стеклянном стеллаже с кубками. Он смотрел прямо на меня. Потом поднял свою призрачную винтовку и нажал на спусковой крючок. На стекле появилась паутинка трещин, и я бросился бежать. Капитан мне не поверил и вычел стоимость стекла из моего жалования. Но мне было плевать, считают меня психом или нет. Я знал, что я это видел. Иногда меня спрашивают, гуляет ли еще призрак по коридорам. Всем и всегда я отвечаю одно и то же. Я не в курсе. Ну а следующую замечательную жуткую историю мы посмотрим в следующей части.